По сути, отличие компактной кости от губчатой – это в разности полости тробеку, потому что единственная полость тробекул, которая есть в компактной кости – это гаверсов канал, а тробекулы, которые есть в губчатой кости – это действительно большие тробекулы с полостями рыхлой слинительной ткани или костным мозгом. А сосуды, лежащие, опять же, аналогично либо в канале, там, где есть потенциал к компактизации этой кости, либо в свободном пространстве, в строме, там, где она так и будет оставаться губчатой. Кости бывают зрелыми и незрелыми, как исследовал предчарты. Разница заключается в составе и качестве межклеточного вещества, ну и как бы плотности остеоцитов. На этом основа морфометрический анализ, когда мы измеряем количество клеток на единицу площади или объема, соответственно. Это микрофотография среза декальцинированной незрелой кости. Почему она незрелая? У нее округлые большие клетки с ядрами, они бозофильны, там идет активный синтез, они еще способны делиться. Они не имеют таких четких стенок лакун и расположены вблизи друг друга. Вот это край тробекулы. Вот он. А это край какой-то другой тробекулы. Это участки компактной кости. Тут есть гаверсов канал уже сформированный. Вот гаверсов. Вот характерная вообще. Или вот участок. А это губчатая кость. Тут представлены две формации компактной и губчатой кости вместе. Такое очень часто бывает тоже. Это говорит о том, что еще недостаточно компактизировать кость. То есть она еще не до конца дозрела. Мы такое можем наблюдать, если сделаем биологический препарат, например, на шестом месяце. Потому что в норме замыкающая компактная пластинка формируется к концу седьмого месяца. Я могу дать источник, полтора десятка источников, где написано за период с 31 по 83 год, написано, что действительно замыкающая компактная пластинка в норме, формируется к концу седьмого месяца. И так и должно быть. Поэтому, когда мы ставим имплантаты, через 2-3 месяца вопрос, во что мы их ставим. И так нельзя. Понимаете, вот это клиника экспериментальный опыт. А есть это фундаментальные исследования. И надо, читая их, понимать, что происходит там. Поэтому почти-почти вся кость в организме за исключением 5 мест замещается полностью зрелой костью. И это открыл предчарт. Это швы черепа. Ну или на самом деле вблизи швов черепа. Тоже плохой перевод. Это зубные лунки, лабиринт внутреннего уха, места прикрепления сухожилий и связок. Кость растет от сухожилия, а не сухожилия от кости. В этом тоже очень интересный механизм биологический. А также эта ткань образуется при заживлении переломов. Это по сути костная мозоль. Вот она является незрелой костью. А также она образуется при онкологическом процессе. И Причард, когда изучал эти клетки, он сначала думал, что это малигнизированные клетки. Потому что они очень активно делятся, их много. Они таким конгломератом сидят. А потом, когда уже исследования пошли, ну скажем так, не такие микро, а более макроисследования, оказалось, что вблизи швов черепа везде-везде выстилается эта ткань. А также эти клетки, что важно нам, находятся между апексами корней зубов. И можно делать одну простую манипуляцию для того, чтобы стимулировать регионаторный механизм. Делать точечные проколы внутри лунки зуба, отступая середину треть от глубины корня, чтобы между апексами высвобождать эти клетки на скорость образования костной ткани это никак не повлияет. Но по качеству она будет совершенно другая. А самый интересный механизм в том, что этим клеткам надо будет просто выйти и созреть. Им не надо будет проходить регионаторный путь. Им не надо будет образовываться исцелительная ткань из мезонхимальной. Да, эти участки он и принял за недоброкачественные, потому что они очень базофильные. В них много рибосом, хроматина. Они активно готовы делиться и дифференцироваться. То, с чего мы начинали. Компактная кость это участки пролиферирующих клеток. В отличие от хряща, клетки костной ткани пролиферируют не только в толщину, но и в длину на поверхности компактной кости. И вот эти клетки. Это также слой волокнистый, это слой комбиальный, а это, соответственно, образованные уже остеоциты, которые лежат характерно в лакунах на определенном расстоянии. Засудов здесь не видно, потому что нейрализованная кость. Но то, что они зрелые, видно, что они отделены от стенки лакуны. Это говорит о том, что клетки зрелые уже. Сечетая ткань, это я уже повторюсь, что она была только в эмбриогенезе образуется. Она имеет определенные перекрестные коллагеновые волокна, не такие частые и более тонкие, которые в дальнейшем уже организуются. Зрелая кость, она характеризуется образованием слоев всегда, параллельных слоев, толщиной от 4 до 12 микрон. И разделены они характерными линиями цементации. Так образуются костные слои. Выделился новый слой. И клеточный матрикс ограничивает до 0,1 миллиметра, получается, 12 микрон. Волокна всегда также расположены слоями. И бывают даже под прямым углом. Но под прямым углом вот так, а не вот так, как вы понимаете. Потому что кость образуется слоями. Это важный момент. Когда это в перевозе читаешь, не всегда все понятно. Лакуны, они всегда сплоские и округляются по мере того, как идет рост клетки. А затем они останавливаются, потому что происходит минерализация. Остеогенные клетки. Они всегда содержатся в глубоком слое переоста. И на внутренней поверхности всех, как мы уже говорили, на внутренней поверхности всех гаверсовых каналов, всех тробекул. Они выстилают абсолютно все полости в кости, а также ограничивают ее снаружи под волокнистым слоем надкосницы. Губчатые кости тробекулы обычно переходят одна в другую, поэтому таких четко видных полостей там не видно. Как в компактной кости, как в гаверсов канале. Есть еще один действительно слой, переоста. Когда покоится, в нем наблюдается еще волоконная эластина внизу, которая обеспечивает это перемещение клеток вновь созревших и отделенных, которые в дальнейшем уже дифференцируются в остеобласты. В принципе, можно выделять третий слой, который нам и важен. И когда мы режем скальпелем, отслаиваем параллельную оси зуба, слизистый надкосничный лоскут, мы и отслаиваем вот этот слой. Мы отслаиваем по сути, по волокнам, ниже комбиального слоя. Поэтому что мы делаем? Мы повреждаем клетки комбиального слоя. Это первый путь регенерации. Второе. Мы сохраняем всю надкосницу на слизистый надкосничном лоскуте. Она является допокрови. Когда она снова будет контактировать с материалом или с принимающим ложем, с чем угодно, она будет сама активно туда реагировать. Это второй механизм регенерации. А если хирургическим путем отделить надкосницу и пересадить ее в мягкие ткани, то кость скорее не образуется, потому что участок надкосницы состоит из волокнистого слоя. Если мы пересаживаем туда расщепленный лоскут, по сути волокнистый слой, то кость не образуется. А если надкосницу отделить осторожно, с глубоким клеточным... Это написали люди в 1952 году. Мы сегодня рассказываем врачам, что надо отделять свинственный надкосничный лоскут не распатором, а скальпелем, потому что это запускает регенерацию. Так вот, если аккуратно отделить надкосницу и пересадить ее в мышцу, она точно даст кость во всех случаях. Сосуды выходят из надкосницы. Есть самые мельчайшие капилляры, которые питают надкосницу, и они видны среди остеогенных клеток. Да, при переломе происходит все то же самое, потому что образуются вот эти незрелые клетки и наблюдается активное деление их в гайверсовых каналах. И при резорбции образуются новые каналы гайверсов, плотные кости. То есть, если у нас есть участок клеток, где они уже умерли, они старые, там осталось одно межклеточное вещество, туда приходят остеокласты, разрушают определенный участок, где в дальнейшем формируется кровеносный сосуд. И затем повторяется образование гайверсового канала. Поэтому в области, где единственное происходит повторное образование в компактной кости, новой кости, это там, где ее разрушают. Это очень длительный процесс. Если, да, в оперативной практике, нам нельзя на него полагаться, как на регионаторный механизм. Клетки остеогенные везде все одинаково, они никак морфологически не различаются, имеют характерное такое округлое или почти веретиновидное строение с очень крупным ядром, которое красится в синий цвет. Ну и при определенном раздражении, соответственно, либо при наличии сосудистого питания, либо при его отсутствии, они превращаются в разные клетки, формируясь из одних и тех же клеток. Вот так выглядит активно пролиферирующий слой. Вот эти веретиновидные сплющенные клетки, а вот клетки уже, которые дифференцируются в приостеобласты, скажем так. А вот это вот уже сформированные остеобласты, лежащие на поверхности межклеточного вещества. И компактные кости, как вы можете заместить. Волокнистый слой надкостницы, это слой комбиальный, это вот остеобласты уже, это отделяются клетки в лакунах, а вот это линия цементации. Вот этот слой 4,12 микрон. Это слой новообразованной кости. А это старая кость, гаверсов канал, сосуд срезанный просто под углом, а не напрямую. И вот это клетки, залегающие на расстоянии 0,1-0,2 мм. Поэтому между старой и новой костью всегда видна четкая линия цементации. Мы будем смотреть на препаратах, вы это все уже будете видеть, понимать. Поэтому остеогенные клетки, по сути, можно считать стволовыми. Почему? Первое, они полипатентны, они могут давать несколько линий. Второе, они могут превращаться в определенных условиях друг в друга. Бассетт и Херман в 61-м году, они исследовали на культуре тканей, скорее всего, это были фибробласты, они подсаживали туда вот эти клетки полипатентные, и определили, что единственное, что влияет на образование из одних и тех же клеток костной ткани, либо хрящевой, это парциальное давление кислорода. То есть это физическое количество кислорода, растворенное в среде. Это просто что? Оксигенация. Поэтому капиллярная кровь более эффективна, потому что в ее присутствии, в ее среде всегда будут образовываться в этом бульоне костные клетки. Также, конечно, это могут влиять механическое давление. Кость растет от давления действительно, поэтому при нагрузке там все тоже происходит хорошо. Либо это движение растущей ткани. Продолжение следует...